12 лет колонии строгого режима. Такой срок назначил Московский городской суд украинскому журналисту Роману Сущенко. Его признали виновным в шпионаже. Коллегия судей огласила только вводную и резолютивную части приговора, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме. На большей части материала дела наложен гриф секретности. Последние полтора года Роман Сущенко провел в российском следственном изоляторе Лефортова. По версии ФСБ он сотрудник Министерства обороны Украины и в Москве он собирал сведения о деятельности Нацгвардии и Вооруженных сил России. История касается двух людей, их взаимоотношений, которые знали друг друга 25 лет. Один из них военнослужащий. Роман Сущенко, приехав сюда с частным визитом, имел неосторожность попасться на провокационную ловушку со стороны спецслужб России, которые посредством сотрудничества с его приятелем провели ОРМ, при котором Сущенко, по итогам которого, был обвинен в шпионаже. Я хочу сказать, что Роман Сущенко журналист, писал на очень острые темы, работал постоянным корреспондентом в Париже, государственное агентство Украинформ. Разумеется, он собирал информацию исключительно с журналистскими целями. Все, чем он занимался, является журналистской работой. Спецслужбы России считают по-другому. Они считают, что он вышел за рамки своей журналистской деятельности. И подобного рода сбор информации является нарушением законодательства Российской Федерации. Юрист Марк Фейгин, представляющий интересы Романа Сущенко в суде, пообещал обжаловать решение Московского суда. Однако, по словам Фейгина, единственная возможность освобождения Сущенко – это обмен заключенными между Россией и Украиной. После прозвучавшего оглашенного приговора открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности в Украине. Я считаю, что этим нужно воспользоваться немедленно, для того, чтобы завершить эту проблему компромиссом. Насколько мне известно, Москва действительно желает получить Кирилла Вышинского на родину, сюда, в Россию, поскольку он имеет помимо украинского и российского гражданства. Такое же желание высказывает украинское руководство в отношении Романа Сущенко. И мне кажется, сейчас государственному руководству России предоставляется возможность эту историю завершить. Я убежден, что она должна завершиться политическим образом, потому что журналисты, которых привлекают за шпионаж – это очень плохая традиция, которая теперь может возникнуть даже между воюющими странами, такими как Россия и Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможного обмена, воздержался от подробных комментариев. Он пояснил, что решение об обмене должна принимать специальная рабочая группа.